Проблема сборной реализации большинства Николишина Нападение молодежки, влияние Ларионова и рокировках вратарей 31 декабря 2019 года 8.30 Полина Стаменкович Молодежной сборной России по хоккею не хватает скорости и четкости в нападении Об этом в интервью RT заявил чемпион мира 1993 года Андрей Николишин подводя итоги первых трех матчей на первенстве планеты По его мнению, главной проблемой подопечных Валерия Брагина является реализация большинства В то же время эксперт похвалил действия оборонительной линии а также призвал не критиковать команду до окончания турнира Пятое поражение подряд от сборной США на молодежном чемпионате мира Плохая тенденция или пора свыкнуться с мыслью, что важно брать верх не только в играх с канадцами Не вижу в этом ничего страшного Да, проиграли Но стоит помнить, что в Америке молодежный хоккей выстроен совсем по-другому Они со 16 лет собирают команду из 30-35 человек На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом все пропало Отсюда и поражение Также по теме Две пропущенные шайбы за 6 секунд Ошибки Мифтахова и слабая реализация большинства Как Россия проиграла США на МЧМ Сборная России проиграла США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею Решающим стал отрезок в конце второго Почему сборную России бросает из крайности в крайность? Я бы не сказал, что речь идет о крайностях Молодежный хоккей интересен тем, что в нем есть место эмоциям, непредсказуемым моментам Если детально разбирать матч с Канадой, то станет понятно, что у одной команды все получалось, а у другой валилось из рук Такое и случается, и к нашей радости, в тот раз победили именно мы Но это групповой этап, и главное, чтобы такие скачки происходили не в плей-офф То есть дело исключительно в психологии, а не в физических кондициях Да, это чистая психология Многие говорят об усталости, но когда турнир длится 10 дней, устать просто не успеваешь Тем более в таком возрасте можно справиться с любыми нагрузками Рокировки во вратарской линии по ходу матчей не заставляют самих голкиперов нервничать Иногда в хоккее смена вратаря делается не для того, чтобы его ущемить, а чтобы мотивировать остальных игроков на определенные действия Эта линия всегда стоит обособленно Оба наши голкипера – сильные, психологически устойчивые и перспективные ребята Конечно, случаются неудачные эпизоды, особенно на молодежном уровне, но не стоит на это обращать внимание Мифтахов пропустил две совершенно необязательные шайбы в матче с США Давайте разберем В первом случае винить голкипера ни в чем Там имела место диагональная передача и бросок с ходу Следующая шайба залетела после череды ошибок полевых игроков по кривой траектории Амир уже ничем не мог помочь Да, третий взятие ворот – полностью его ошибка Поэтому тренерский штаб и принял решение сделать замену, чтобы окончательно не сломать парня Ведь когда пропускаешь легкий гол, начинаешь заниматься самоедством А матч продолжается, и ситуацию еще можно было спасти Чтобы не терять боевую единицу и человека с моральной точки зрения, выпустили Ярослава Аскарова Порой складывается ощущение, что сборная России в нападении не может найти баланс То бросается средней и дальней дистанции на поражение, то плетет кружева Дело не в балансе, а в том, что современный хоккей очень ускорился Официальная статистика говорит, что 87% шайб забрасывается в одно касание либо после переправления удара Посмотрите на гол Александра Романова после двух-трех точных передач Но в большинстве случаев мы передерживаем шайбу и нам не хватает скорости Пока мы не решим эту проблему, у нас ничего не получится В первых трех играх выделялся Егор Замула Он и против США здорово сыграл, активно помогал команде Это потенциально очень сильный защитник с хорошим подключением Да, Замула сделал дубль в матче с Чехией, но это не его основная задача Для этого есть нападающие Насколько вам понравилась игра сборной России в защите в матчах с североамериканцами? Или ее можно рассматривать только в контексте результата? Идеальная реализация, 28 сейвов Мифтахова и травма Лафрения Как Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею и сборная России не оставила Канаде шансов на победу в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии Отечественные Худшая реализация большинства на турнире Тревожный момент Да, это наша основная проблема Если с Чехией мы забросили, когда на лед уже выскакивал пятый игрок, то потом не было даже таких эпизодов Опять же, здесь просматривается отсутствие четкости в завершении Нет вывода на последний бросок, который должен быть разящим, с удобной позицией и в одно касание Над этими аспектами нам и надо работать Многие полагают, что влияние Игоря Ларионова на команду слишком велико Согласны с этим? Об этом нужно спросить у главного тренера Валерия Брагина В любом случае все должно работать на команду Если тренеры начнут соперничать друг с другом, то это только усугубит положение Но думаю, что оба они умные, грамотные люди, которые понимают, зачем приехали на турнир После матча с чехами тоже многое говорили Этот плохой, тот плохой Один рисует, другой смотрит А после разгрома Канады все в ладоши захлопали Надо прекратить эту демагогию Дайте ребятам отыграть турнир Что вам импонирует в игре сборная России на данный момент? В матче с США мы порой очень хорошо контролировали шайбу в совокупности с точными передачами и открываниями, напоминавшими советский стиль Это заставляло соперника бегать, играть в догонялки Мне бы хотелось видеть именно такую сборную, которая удерживает шайбу и создает моменты Что касается матча с Германией, может ли на подопечных Брагина сказаться психологическое давление? Или они легко решат проблему выхода из группы после дня отдыха? У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил Пять команд претендуют на выход в плей-офф Поэтому прессинг ощущают все сборные Россия уже оказалась на этом уровне Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира Учитывая нынешнее состояние национальной команды, с кем бы ей не стоило пересекаться уже в четвертьфинале Пусть соперник думает, с кем ему не хотелось бы встречаться Пусть он боится сборную России А нам должно быть все равно, будь то шведы, финны, словаки или швейцарцы Субтитры создавал DimaTorzok